Глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. На самолёте его доставляли в Москву, но там врачи ничем не смогли помочь. После этого Кадырова вновь вернули в Чечню. Сейчас его планируют перевезти на лечение за границу, скорее всего, в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщают источники в чеченской диаспоре. По их словам, после того, как московские врачи оказались неспособны вывезти из комы Кадырова, его лечение решили доверить зарубежным медикам. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о тяжёлом состоянии Кадырова. По его словам, у главы Чечни обострились болезни, которыми он болел давно. Речь идёт не о ранениях. Другие данные нуждаются в уточнении. Ранее информацию о коме Кадырова распространили оппозиционные чеченские каналы, не предоставив каких-либо подтверждений. При этом слухи о том, что глава Чечни тяжело болен, ходят уже несколько месяцев. Перечисляя симптомы, которые стали известны, в частности, гуру, мы видим, что выстраивается какая-то картинка, подозрительно похожая и на состояние Навального, и на состояние Скрипалей. И вообще здесь может вновь зазвучать слово «новичок». Вроде бы это абсолютно невменяемый, а логичный поступок. Хотя, если я вам сейчас предложу назвать мне хоть один вменяемый и логичный поступок Путина, я думаю, что я введу вас просто в ступор и ничего подобного вы мне предложите. Ну, поймите, ведь действительно даже любимцы становятся со временем носителями абсолютно лишних секретов. Ну, вот даже вчерашний скандал с танкистом Алеши. Ну, на секундочку только отвлеклись, и такой вспыхнул скандалище. И мы видим, что да, действительно, Путин иногда не врет. Это бывает в тех случаях, в тех редких случаях, когда он повторяет чужое вранье, не добавляя к нему вранья собственного. Главное, чтобы это было настоящее сортовое вранье. Он не требует, чтобы это вранье было бы обязательно его авторство, его изготовление. Ну, помните, да, всю эту историю. Там оргтанкист был принят диктатором в Кремле, накормлен спецсушками и всенародно прославлен за то, что управляет танком. Алеша подбил в бою 8 танков врага. Там Путин пел тенором. Испуганный орг не осмелился, танкист не осмелился перечить, преданно грыз сушку царскую. И вот по недосмотру ФСБ эта сушка не содержала ни новичка, никаких других серьезных ядов. И это, как выяснилось, было существенной ошибкой. Потому что как только, как только перестали, как только его выпустили танкисты из-под контроля, он тут же, бац, дает интервью, и выясняется, что никаких 8 танков близко не было, было от силы 2. То есть, об этом честно рассказал сам орг, которого неосмотрительно оставили в живых после кремлевского приема, после всех Арии Путина и звезды Урукхая, которую ему прицепили на грудь. То есть, поймите, вот даже на этом простом примере мы понимаем, до какой степени опасно и скандально оставлять тех, кто... тех, чья жизнь может служить доказательством абсолютной лживости. Поэтому Путин, как настоящий северный кореец, всегда без колебаний сожрет самую верную собаку. Ну, к слову сказать, верность ему нравится даже на вкус. Она добавляет блюду пикантности, там, усилив глубину вкуса, добавляет объемности пищевому кому. Вот все собаки Путина, все собаки Путина это отлично знают и живут в постоянном истерическом страхе. Чей-то страх заметнее, чей-то страх менее видим. Вот, например, самый заметный страх Пушилина, главы карикатурной ДНР, это уморительный, нерзкий, вечно насмерть перепуганный Боров. Он врут вроде всюду, преданно шарашится, говорит нужные слова, трясет кулаками, суетится. Но он-то понимает повадки хозяина, поэтому мечтает о том, чтобы его заточили пожизненно в камере без двей, окон и вообще любых отверстий. Он ведь живой свидетель всего донбасского кошмара, создатель и соавтор лжи про 8 лет бомбас. Он понимает, что он, конечно, не жилец, но, как и всем остальным, из марионеток Путина ему никуда не деться, потому что марионетки Путина – это те, кому ниточки вживлены в мясо. А марионеткой быть сложно, потому что Путин тот еще кукловод. Кукловодец у него получается еще хуже, чем воевать. Поэтому, в общем, с кадыровской болезнью действительно все предельно подозрительно и все предельно сложно. И действительно, его симптомы, те, по крайней мере, которые известны на данный момент, они сходствуют с симптомами известного рода. Но я полагаю, что ни один черт никогда уже не разберет, что там будет в реальности, потому что все экспертизы, как вы понимаете, проделываются под бдительным надзором мордорского, чекистского холодного ока. И можно только посочувствовать тем некробиологам, которые выясняли ДНК Пригожина, не ДНК Пригожина, и представить себе, сколько литров холодного пота с них сошло, потому что вот вам дают образцы тканей, дают контрольные образцы, но вам не дают четких указаний, к какому вы должны прийти к выводу. И тут уже даже и некробиологи задумываются о том, что смерть от новичка, это, конечно, очень престижно, но это совсем не то, что бы им хотелось. Потому что им не было дано никаких указаний признавать кусок обгорелого мяса Пригожиным, но и не признавать не было. Вы же понимаете, что в любой экспертизе, которая свершается на территории России, последнее слово принадлежит совсем не эксперту. Ведь не случайно так капитально засекречены все и ДНКшные, и простые криминалистические экспертизы того, что осталось от Пригожина. И, кстати, вот для многих была загадка, почему на месте крушения основных обломков самолета, где и находилось максимальное количество тел, вырезали и выскребли грунт. Это сделано было исключительно для того, чтобы ликвидировать любые останки тел и не дать возможности завладеть ими кому-нибудь, а то какая-нибудь ягодица или какое-нибудь ухо попадет совсем не в те руки. Вот с Кадыровской болезнью все очень туманно. И дело в том, что вся его диктатура выстроена, конечно, на культе личности. Она полностью рамзаноцентрична. И выстраивать новую, столь же сильную диктатуру, которая декларирует своей верностью Путину, будет не так-то просто и не так-то быстро. Не забывайте, что что бы в реальности не произошло с Кадыровым, при том, что репутация Путина не позволяет не заподозрить его. Путин вообще не может быть свободен от подозрений в совершении ни одного резонансного и крупного преступления на территории России. То есть в любом случае осадочек даже у верных кадыровцев останется. Будет и недоумение. В царстве Кадырова, помимо всего прочего, есть еще и очень мощное антикадыровское, чеченское, подлинно чеченское подполье, до сих пор хранящее верность идеалам Дудаева. Но помимо верности идеалам у этого подполья была, есть и будет ненависть к кадыровщине, которую много лет преследовала, убивала и унижала. Ведь Кадыров мало того, что он сам, вероятно, не является, а может быть, уже и, можно сказать, не был дураком. И имел очень хороших консультантов. Он беспредельничал предельно грамотно, гораздо грамотнее, чем Путин. Он выпускал на всеобщее обозрение только террор в отношении голубых, артистов, всяких публичных фигур. А вот истинных, наиболее страшных для него противников, то есть дудаевцев, он давил тихо, ухитряясь делать это практически без огласки. Но там охота на них не прекращалась ни на секунду. Тем не менее, это подполье выжило и состоит из очень сильных и очень мстительных людей. Так, затем у нас есть, ну вот на данный момент, на данный момент это все, о чем можно более-менее ответственно и серьезно сказать по этому вопросу. То есть мы видим набор подозрительных необъяснимых симптомов, мы видим абсолютную засекреченность, как всегда, темы, и имеем фигуру, чья репутация позволяет подозревать его в любом преступлении. Субтитры создавал DimaTorzok